Константин Гречаны Константин Гречаны Константин Гречаны Константин Гречаны Константин Гречаны Мы развиваемся и, по сути, нам в одной организации уже всем, уже таким особистостям, которые набрали уже певную вагу, стало тесно. И мы расширилися. Самый огромный майдан в Одесской области просто для того, чтобы уникнуть конфронтации и разных суперечек. Перейшли в інше помещение на Успенску-4 еще в конце листопада, чтобы спокойно працювать и працювать за самобороном Одессы, не зважаючи на рекомендации Центрального штаба самоборона Майдану из Киева. Там, до речи, створена робочая группа для того, чтобы объяснить, что происходит, что не под влиянием певных бизнес-групп, там и, че не бывает, это все. З'ясовывают эти все обставины и рекомендували в информационный простир не выносить эти все вопросы и их не фишували. Но, на жаль, рекомендации цих не дотримались, и прес-конференции, и, конечно, не можем, сколько нас подождать, и намагаемся хоть трошечки эти речи так и объяснить, что происходит. В принципе, произошло расширение, у нас всегда были огромные организації, самоборона Майдана, Одесский областей, самоборона Одессы. Но мы всегда пытались, поскольку мы с первых дней, пытались в формат, который, знаете, синтезованный, чтобы разом держаться с этой организацией, чтобы демонстрировали какую-то такую единность. Ну, час берет свое, все политизируется, все криминализируется, там, че как-то бизнес-группы впливаются, на жаль, и отбываются разные впливы, разные чинники, которые... Про бизнес-группы мы сейчас сегодня поговорим. Уважаемые телезрители, мы у вас спрашиваем сегодня, тема нашего интерактива, доверяете ли вы общественникам, патриотам, именно вот в такой формулировке, вот в контексте того, что происходит самооборона, и мы знаем, что другая известная организация среди вот майдановских, автомайдан, также в Одессе раскололась на две, по сути, две организации с разными руководителями. Если доверяете, 784-80-81. Если не доверяете, 784-80-82. Телефон прямого эфира 34-92-58. Виталик, как вы считаете, вот можно ли вернуть действительно доверие одесской громады? Вот, собственно, это чистка, которая проводится. Валерий Ночвинов и заявил, что это проводится для того, чтобы вернуть доверие к самообороне, правильно? Да, вот он сказал, мы не тетушки, мы не хотим сотрудничать с городской властью. То, что вот было, мы знаем, что Андрей Котляр, вице-мэр, он является экс-шлен самообороны, да, и вот поэтому самооборона, в принципе, сотрудничала с городской властью, да, и не хотят нести новое руководство ответственность за решение предыдущего руководства. Как вы считаете, можно таким образом вернуть доверие громады? Ну, давайте я немножко все-таки внесу коррективы в то, что здесь наградил, извините за такое выражение, Тодор Пановский. На самом деле не существует никаких двух организаций. Самообороны Одессы, то есть те члены, которые находятся в самообороне Одессы, это те же члены самообороны Майдана. Так было всегда. Это я вам говорю, как человек, который организовал эти организации, был один из руководителей с самого начала. Просто так получалось, что технически, юридически самооборона Майдана стала как юридическое лицо позже, чем самооборона Одессы. Мы очень долго добивались, пока она легализуется, поэтому нам пришлось зарегистрировать самообороны Одессы. А потом позже все тем же составом, как были и те же руководители, просто вошли в ведокременный предроздел самообороны Майдана Одессы. Это были те же самые люди, это были те же самые руководители. Просто мы теперь стали структурированы подразделением, вошли в общую семью, так сказать, самообороны всей Украины. Поэтому не было никаких отдельных организаций. И всегда, когда проводились сборы, проводились одновременно сборы и самообороны Майданы, и самообороны Одессы, и протоколы так же самое велись и отправлялись в Киев. На определенном этапе большинство... Я просто не знаю, зачем возвращаться к этому вопросу. Я не понимаю, почему этот вопрос сейчас возник, что Тодора Пановского убрали из самообороны, просили, чтобы он не был членом самообороны. Это было решение еще в январе, но, наверное, это очень тихо прошло. Ну, наверное, это больше такая политическая показательная. На самом деле, мы сейчас собрали пресс-конференцию совершенно по другому вопросу. Очень много информации сейчас появилось, и много звонков было от представителей разных медиаресурсов из-за прошлой каких-то движений, жизни Дмитрия Гуменика. И почему-то связывали его как руководителя самообороны. Была большая статья, это было везде распространено, и к нам много звонили. Поэтому мы собрали пресс-конференцию, где руководство самообороны сказало, что Дмитрий Гуменюк не имеет никакого отношения к нашей организации. Он исключен из рядов самообороны Майдана, Одессы, и также протоколы по его исключению были отправлены в Киев. И киевское руководство должно было по нем принять решение. Я думаю, уже приняло, я не знаю, на 100%. Все, больше нас ничего не интересовало. Относительно Тодора Пановского это было также самозаверено, потому что заявлено только из-за того, чтобы Тодор не ходил нигде, как нам говорили, что вот пришел туда и звонили. Почему ваши люди пришли? Что они там просят? В руководство там чиновники из обл. администрации. Получается, что как бы есть руководство в Одессе и в Одесской области, при этом мы не знаем, что вроде бы кто-то делает. А из-за чего вы, собственно, исключили Гуменюка? Вы говорите, какие-то факты, биографии. Это внутренние дела самообороны, я бы не хотел это выносить. Просто люди посчитали, что этот человек недостоин руководить нашей организацией. Тодор Пановский тоже попал в эту же категорию. Есть определенные, это большинство. Это надо спрашивать у всего большинства. Почему было около 140 человек на общем сборе и больше 80 проголосовали за то, чтобы отстранить Гуменюка? Поэтому это надо к общему сбору. Вот так решили и все. И поэтому, я думаю, нет смысла об этом говорить. Здесь надо говорить о том, что мы делаем сейчас и какие планы больше этого. А почему она вдруг так сейчас веером ударила по нам, непонятно. Все об этом знали. По поводу планов мы тоже поговорим. Тодор, я обо ясково дам вид повиста. Давайте спочатку послушаем мнение нашего политолога. Игорь Назаренко, пожалуйста, ваше мнение. Почему происходят такие расколы? Автомайдан, самообороны, знаковые организации для общественно-политического процесса Одессы в последнее время? Ну, я хотел бы тоже сказать, что я общественник, потому что я еще выступаю в Ипостасе как директор института, исследовательского института развития демократии. Но мы, другие общественники, мы, скажем, пытаемся осмысливать политические процессы и влиять на них в организационном плане. Для этого надо понимать, что происходит вокруг нас. И все политические организации, которые носят название самооборона, это организации, которые имеют непосредственное отношение к такому понятию, как политическое насилие. То есть, от кого они обороняют и что они обороняют? Вот, покажите мне. То есть, я понимаю, как бы, когда Одесса, там, скажем, во время Великой Отечественной войны оборонялась, и все одесситы, так сказать, боролись, врагу он был понятен, ботане, так сказать, румыно-фашистские захватчики. От кого эти господа нас обороняют? Так сказать, вопрос такой довольно творческий. Значит, все это относится, если исходить к той сфере, когда они возникали, они возникали в период Майдана, да, 4 года назад. Ну, вот, собственно, и ответ на ваш вопрос. Тогда действительно существовало политическое насилие. Тогда как-то там государство пыталось с этим бороться, да, там были, возник термин тетушки, это другая сторона политического насилия. То есть, на самом деле, как бы, вот, у кукловода было две руки, вот здесь тетушки, здесь, там, всяческие самообороны. Но сейчас это уже политические организации, которые по своим свойствам носят уже, как бы, вот, их можно определить, как некие зародыши политических партий. Ну, вот, смотрите, национальный корпус, правый сектор, они стали, вот, настоящие радикалы, да, правые радикалы, они все-таки стали партиями. Самооборона не превратилась в политическую партию, никогда не заявляла об участии в выборах. Я говорю о зародышах, потому что, ну, что, значит, не заявляла об участии в выборах? Как организация. Любая организация, если вы помните, вот, ну, скажем, 5-7 лет назад, когда проходили выборы, были такие агитаторы. Тети, дяди, так сказать, без бит, без какого-либо еще там холодного оружия. Они просто приходили и убеждали людей, что надо проголосовать за этого, или из-за этого кандидата отдавали какую-то наглядную агитацию, да. Сегодня градус политического противостояния в стране доведен до такого состояния, что у нас агитаторы стали ходить с битами. И одна группировка, другая группировка. Я же никого не оправдываю, никого не обвиняю, я просто констатирую реальность. То есть сегодня говорить о том, что не участвуют в выборах, ну, это смешно, это участие в выборах. И, к сожалению, я могу это констатировать, мы, вот, прошло 4 года, и вот все эти организации, которые возникли стихийно в результате майдановских событий, не стали политическими организациями. Вот. Многие из них начинают сейчас себя декларировать как политическая партия, и там к ним тоже большой вопрос, потому что, ну, как бы, это много времени займет объяснять, что такое телевизионный проект, а что такое политическая партия. Я, например, утверждаю, что, скажем, очень многие политические партии, которые представлены сегодня в парламенте, являются телевизионными проектами, партиями не являются. То есть даже с этими тяжело, а что уж говорить с теми, которые недавно стали партиями. То есть, ну, вот, я попытался ответить. Да, Додор, я обещаю вам, может, вы, если туристы, много чего прозвучало. Так, так. Хотел, до речи, сказать про то, что есть рациональное зерно в том, что, вы говорите, дійсно, что, на сегодняшний день уже в среде громадских организаций и дьячей политической борьбы. Это, дійсно, за родом, что я полностью поддерживаю майбутніх политических сил, течей, платформ и тому подобное. И сегодня деякие из громадских дьячей, вместо того, чтобы заниматься проектами, программами, заходами, занимаются полиотехнологиями, дискредитующими и используются різные таки блюдные технологии. Наклипами, плитками и тому подобное. На жаль, это мае место и это старый способ, очень. Вот все повутиня, ци плиткарь занимаются этим. И есть фаховцы, полиотехнологи, которые им это радуют, как это правильно реализовать. Потому что нужно в будущем, а готовить уже сегодня, а в будущем нужно в списки партійные, чтобы стати нардепами, чтобы отримать посадки. Вот, власне, то, что происходит. То, Даре, вы тоже балетировали? Я тоже балетировался, мало того, я больше скажу, я балетировался по наказу Центрального штаба. Это, виталий, дейсности? Виталий. Вот все. Тобто, у меня был наказ, мне не очень понравилось, но я его выполнил. Не жалкуйте сейчас, что... Абсолютно. Что делать? Взять за собой заставить человек? Ну, мне... Не, ну, если я наказ, то это уже иншая справа. Мне была надана рекомендация. Ну, настейливая рекомендация. И я, так, и я, відповідно, завжди намагался виконувати рекомендации, и в этот раз також виконувал ее. И сегодня, до речи, я тоже виконувал рекомендацию щодо невисвитливания всех наших внутренних непорозумений на загал. Но после пресс-конференции уже все-таки, я думаю, и тем больше, что вы меня все запросили. Ну, уже повинен, как я никогда не закрывался от прессы, будь ласка, я по возможности, что рекомендации не суперечиться на штабу, я могу на эти вопросы отвечать. Так что я с вами согласен. Это все брудная политическая борьба среди громадских активистов, которые готовятся до будущих выборов. Какие претензии сейчас? Какие претензии именно вас? Вы можете их озвучить? Я думаю, что мы можем их тут до ранка озвучивать. Проблема в том, что будь-який наклеп, будь-якая информация жваво поддерживается тими силами, даже громадские, которые представляют интересы певных политических и бизнес-групов. У нас есть телефонный звонок, и я, Виталий, вам дам сразу слово. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Представьтесь. Меня зовут Алексей. Да, Алексей, ваш вопрос. Здравствуйте. Мне хотелось бы задать вопросу Дарупановскому. Сейчас у них разрабатывается проект, насколько я знаю, реабилитационный центр помощи участникам АТО. Есть такое? Есть реабилитационная программа. Да. Реабилитационная программа. Это трошки инший, отрезняется от центра. Да, Алексей. Да, да, да. Я слушаю. В принципе, это весь вопрос? Нет. Мне интересует, скажите, что там делают люди, так называемое казачество, которые в свое время охраняли антимайдан? Все? Все? Питание? Да. Спасибо за ваш звонок. Значит, отвечаю. Насколько мне известно, мы проверяли эти факты. Они співпрацювали, это громадские формирования, співпрацювали с правоохоронными органами, охраняли ЖД вокзал. ЖД вокзал. Есть козацтво, Сирко, Атаман Сирко, ну и там низка этих организаций. Далее. Это то, что мы проверили. И еще одно. Я хочу сказать, что мы можем взагалі от них отмазаться. Мы должны всех вертать в нашу веру. Мы должны всех патріотизировать. И, понимаете, если мы будем от всех отмазаться, никого не остается вообще. То есть русский, то есть кури, то есть пьет, то есть еще что-то, то есть и тому подобное в какой-то партии был. С временем, одна из основных задач громадского патріотического движения – это просветительная деятельность. И просветительную деятельность надо проводить как с людьми, так и с громадскими организациями. На будь-якому рівні, в будь-якому напрямку. И тогда мы сможем сформировать громадский рух патріотичный. И национальную сведомость. И ее нужно создать. А что они там делают? Відповедаю, среди этих козаков, членов этих организаций, есть науковцы, фаховцы, реабилитологи. И есть также центры и обладнание. Так вот, цей досвід, понимаете, мы вивчаем будь-який досвід. И цей досвід мы также залучаем. И хотим, чтобы наши бойцы могли с этим досвідом и благами, так бы мовити, користоваться в рамках реабилитации. Виталий. Значит, я хочу вернуться в вопрос относительно политизации. Понятно, что любая общественная организация, политические партии, пытаются поднять под себя. Или наоборот, создают общественные организации, как платформы для создания будущей политической партии. Это процесс, в общем-то, известный. Но самооборона возникла совершенно... Были другие предпосылки. Тут нельзя говорить о политических каких-то мотивах. Это все ерунда и домыслы некоторых людей. На этапе возникновения, допустим. Но дальше, согласитесь... Я вам скажу, что у меня была действительно возможность встречи с Порубьем. И я спрашивал, я действительно очень хотел, я не понимал, почему, но на определенном этапе, почему самооборона не создается как бренд патриотического движения. Потому что ведь она объединила очень много активной часть населения. И я спрашивал, почему давайте это сделаем. На что он говорил, что это нельзя делать. И я с ним потом позже согласился, я понял, действительно, он прав. У нас в организации и тогда, говорит, много представителей разных политических партий. И вообще, в смысл, что самооборона была платформа объединения разных политических партий, разных политических взглядов людей с одной целью – защитить Украину. Сейчас самооборона несколько занимается другими, я имею в виду дела по сравнению с тем, что это было в 2014 году. И поэтому сказать, что у нас стало политически – это неправильно, это неправда. Те, кто хотят, у нас есть представители разных политических партий, они себе баллотируются, и Батькивщина там есть часть, и были… Виталий, но вы сотрудничаете с городской властью? Мы не сотрудничаете, послушайте, вот для меня я не идентифицирую в каком-то человеке представителя, ну что вот это городская власть, вот этот вот человек. Есть городская власть, которая отвечает за то, чтобы в городе был порядок. Мы платим деньги за это, мы налогоплательщики. Я хочу, чтобы в этом городе, это деревне, это село, неважно, был порядок. Мне все равно, на самом деле, какой должен, конечно, проукраинская власть, фамилия человек, который управляет этим городом. Конечно, лучше, чтобы это были наши, ну это лично наши, чтобы это были наши побродины. Почему? Потому что мы быстрее найдем понимание, как мне кажется. Смотрите, вот я согласен, допустим, вы общественной организации, да, у вас нет идеологии, но тем не менее вас объединяют все-таки какие-то вот определенные мировоззренческие установки, да, которые можно считать там, вот чем-то похожи на идеологию. Просто идеология это больше политическим партиям присуще. Вы, ваш представитель, знаковый Андрей Котляр, идет работать в городскую власть. Нравится вам эта власть, не нравится, но она, скажем так, мировоззренчески, категорически, ну вот, является оппонентом самообороны, согласитесь. Но никогда бы представители этой власти не стояли на Майдане, никогда бы они не стояли у истоков революции достоинства. Ну так это же чистая политика. Я вам скажу, я с вами абсолютно согласен, но я бы хотел вообще, чтобы все мы пришли к власти. Вот все представители наши, наших взглядов пришли к власти, это проще было поменять. Проще поменять было бы в Украине то, что сейчас очень трудно меняется, затормозилось и стопорится. К сожалению, ну не все могут. И я, честно, только сочувствую Андрею, то, что на него навалилось. Я еще пока не видел ни одного с его стороны какого-то шага, который бы он опозорил звание самообороныца. И он не экс-самобороныц. Как был самообороныц Майдана, так он и остался. Он был восьмой сотне самообороны Майдана. Игорь, ваше мнение, вот почему, в принципе, часть майдановских партий сотрудничает с властью, с нынешней властью, да, которая является, как мы уже выяснили, вот мировоззренчески несопоставима с их взглядами, часть, наоборот, ушли в жесткую оппозицию. Почему вот такой, и при этом между собой вот достаточно-таки имеют большие конфликты вот эти организации, которые вышли с Майдана? Ну, то, что они имеют между собой конфликты, говорит о том, что есть проблемы с ценностями. Или, скажем, ценности, скажем, финансовых потоков значительно превышают ценности идей Майдана. То есть это борьба за ресурсы, вы считаете? Ну, смотри, а что это еще может быть? Значит, что касается, почему одни сотрудничают, а другие не сотрудничают. Откуда финансовый поток, оттуда и сотрудничают. Вот и все. То есть это на самом деле, что во французской революции было 200 лет назад, что в Одессе 100 лет назад. Я, когда учился в университете на Эстфаке, это было начало 90-х. То есть, ну, ничего подобного близко еще не было, почему было очень давно. И вот я писал работы, и иногда нам приходилось работать в архиве, и меня интересовало одесское революционное движение. Вот можно брать кусками фамилии меняю, фамилии другие, а истории те же. Ребята, все повторяется. Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь. Добрый вечер, Вера меня зовут. Я просто хотела высказаться по поводу вот этих всех организаций. Их там как бы много, но в принципе они для стороннего наблюдателя не слишком отличаются друг от друга. Вот такое ощущение, что это некие организации, существующие в параллельной реальности. Кто их избирал, кто их назначал, что это за люди. Зачастую это даже не одесситы. Вот они там какую-то деятельность проводят и известны в большей степени потому, что их показывают часто по телевизору. Разные телеканалы. И поэтому это их вот... Зачастую на их акциях журналистов бывает как минимум не меньше, чем участников акции. То есть, ну вот, их рекламируют, но что они реально для общественности, для города делают, это, скажем так, большой вопрос. Спасибо за ваш звонок. Что вы нас рекламируете? Мы не рекламируем, мы стараемся делать темы, которые наиболее актуальны на сегодняшний день. Надо сказать, что канал объективный, потому что как бы тут разные люди бывают. Ну, действительно, вот, как бы вот, ну, дирекция канала считает, что политика канала должна быть такая, что это площадка для обсуждения детских проблем. Я думаю, что если послушать, послушайте, то человек только рекламирует нас каналы и все. Сначала женщине надам ответ, вот, почему показывают и тому подобное. Потом будет, возможно, выглядеть уже каким-то подхалебничеством, но можно погодить снова с политологом, с Игорем. Отверто говоря, до начала студии я бы в жодном разе не подумал, что вы придете до какой-то спинной думки. Что-то джерела доходов. Мне тоже всегда нравилось, что мне полезно, очень колоритный голос какой. Что-то джерела доходов, но сейчас повернемся. Дуже важливая думка, до речи, и про которую нужно сегодня поговорить, потому что это действительно наряженный камень всех вопросов, полностью, ну, действительно, фахово, визначено и четко в десятку. Что касается этого вопроса, что озвучила женщина, ну, вы просто не отстеживаете, мабуть, нашу деятельность. Заходите в наши страники в Facebook, на Сомарономайдану, заходите на вільні люди, и вы побачите всю нашу деятельность, там высвятлюється буквально каждый день всі наші заходы, проекти, програми. А перед вами позвонила людина, запитала про программу реабилітації бійців АТО. Это тоже наша деятельность, до которой мы долучаемся, и изваживаемо все недолики, и намагаемся их выправлять. До речи, два слова про реабилітаційную программу. Мы започаткували таку программу, в которой будет предбачено цельевые деньги для бійця АТО, которые персонально ему будут на карточку перечисляться, эти цельевые деньги, которые он может только витратить на реабилітаційные послуги. И таким чином, полностью у неможливого коррупции, которую намагались деякие из реабилітаційных центров, умовных, которые на папере уже существовали, красти ці гроші и витрачать на выборы. Тобто мы уважливливаемо всі ці схемы, и это очень важно. И створюемо возможности для таких, так би мовно, реабилітаційных послуги. Перше. Друге. На наступном, через тиждень, мы проводим захід, фестиваль писанки в Одесской філармонии целый тиждень. З 2 по 6 квитня філармонии, это будет и выставка, и конференция, и мастер-класс. Все присвячено теме писанки, потому что это важливая тема и важливый элемент нашей культуры. Это просто жіночки кажутся, что мы постоянно не что-то делаем, а конкретные справки. Давайте дійсно в рекламу не переходим. Все. Дайте поговорим з приводу финансирования. Де вы берете деньги на эти заходы? Два слова было про общественную деятельность. Повертаемся до денег. Дуже вірно вы подняли вопрос о джерела доходов. Саме так. Взагалі всі патриотичные организации знают, что кришуются гральні автомати, так би мовити волонтеры-рекетеры, трясутся гральні автомати всіх власників, бабки, ті гроші берут на волонтерку, все, ніде никто не звітує. Звітується, что им на сторінку кинуло 200 гривен, вот они это звітуют, показывают. А вот эти гроши, какие там сумы, про это все мовчать, выстегают и высшоозвученим посадовцем, и правоохоронные органы. Все это выстегается, все это кришуется, на Киев завозится, и про это дружно мовчим. Мы таки все порядные, чесные. Гуменюк поганий, Пановский поганий, а тут, да зайдите, конкретно, каждый вам расскажет. Я беру гроші Організація «Вильні люди». Організація «Вильні люди» выключно базирует свои заходы на спонсорские допомоги, на меценатстве. Мало того, далеко не треба идти. Ось придите на захід цей тиждень писанки. Я вам все расскажу, звідки, что было взято. Громадские організації отримают гроші від органів місцевого самоврядування та з центрального бюджета. Яка поліграфія роздрукувала нам банер? Я вам покажу, познайомлю. Я зрозумію вашу відповідь. Від органів місцевого самоврядування та з державного бюджету. Чи отримують от такі організації, про які ви говорили, які кришують гроші? Будь ласка, є всі необхідні дані, офіційно, ніхто не приховує. Набираєте, приходите, перевіряєте. Я не про вільні люди кажу, я кажу, ви от ті організації, про які ви казали, що кришують, там якийсь бізнес налегально. А вони, а вони, а вони, а вони, я очекаю, які організації кришують бізнес? Не перебував, давайте назовемо. Ні, на самом деле, ти вже сказав, ти хочеш, щоб знати, кого в суд ввести. Тепер я повторюю, коли буде визначення комісії робочої групи центрального, будь ласка, не перебувайте, тому що я тебе не перебував. У нас вона сама відповідає відповідь на випросі. Відповідаю на питання. Коли закінчиться перевірка цієї комісії робочої групи центрального штабу, Центрального штабу чого? Саморони Майдану, тому що нам попросили не озвучувати всі ці моменти, я буду не озвучувати. Коли буде визначення чітке комісія, тоді я прийду і озвучу, прийде час, прийду і озвучу, мало того, не просто назви організації, а ще і прізвища, імена, які мають відношення до цього крышування і в кого є які... Віталій, у вас є, ну, получаєте ли ви деньги від крышування, а, б, із бюджетів містного самоуправління? Ми ніколи не получали деньги із бюджетів містного самоуправління. Ні від містного власного, ні від обласного власного, такого не було. У нас є охранне агентство, у нас по чуть-чуть, у нас дуже маленький бюджет, ну, це смешно, звідти, звідти, насчет крышування игральних автоматів, це полний бред, нам не один раз об цьому говорили, нічого подобного не соответствують. Относительно комісії... А відео охраняє той агентство, о якому ви говорите? Это строительные площадки или крупный бизнес, бывает сопровождение сельхоз, ну, больше всего заработок идет летом, когда охраняем поля, бывают рейдерские захваты полей, и тогда наибольший... Если говорить о городе, речь идет о скандальных каких-то стройках, к примеру, на побережье? Нет, мы таких стройки... Не было такого, чтобы мы какие-то скандальные стройки... Компания Ханнер, переулок Азарова, ваших людей там не было? Или вы не считаете эту стройку скандальной? Ханнер... Ханнер, это, да, это дочка, получается, литовской фирмы Ханнбер. Да, там нормально, там... Нет, все нормально, никаких проблем нет. То есть, это законно? Мы проверили все документы, и все нормально. То есть, вы тоже готовы, ваша организация, к проверке, вот, собственно, как и вильней люди? Абсолютно. Дело в том, что тут как бы их и так проверили. Нас постоянно проверяют и журналисты, и активисты, пытаются найти какие-то проблемы. Тут нет, в этом нет никаких этих вот... А относительно того, что, вы понимаете, существует и других не будет. Вот есть какой-то пул людей, которые входят в самооборону. Вот их там 130, 140, 150. Они большинством вынесли решение, чтобы этих людей здесь не было. Все, мы это решили. И тут... По кадровому вопросу, я понял, у вас категорически нет времени. Игорь, как вы считаете, возможно выявить подобные факты незаконного финансирования общественных организаций? Это реально? Это должны заниматься правоохранители, причем длительное время. Я так подозреваю, что этим должно даже заниматься СБУ, потому что, вы же понимаете, что какое-то простое правонарушение, человек пошел, разбил витрину, достал бутылку и выпил. Тут достаточно милиции. А если там идет финансирование многоступенчая, когда перекидывается через разные... Этим должны заниматься даже спецслужбы, потому что, на самом деле, это... Вот если говорить об защите Украины, то мы не можем быть уверенными, и Гордон часто об этом говорит, что под видом так называемых патриотических организаций сюда не проникнут какие-нибудь силы, которых мы все боимся. Поэтому, на самом деле, это вообще... Должны этим заниматься спецслужбы. Вот у нас СБУ есть, пусть занимаются. Я вынужден подводить уже итоги нашего интерактива. Напомню, мы спрашивали, доверяете ли вы общественникам-патриотам в свете последних скандалов, в свете расколов, в свете того, что действительно много слухов о незаконном финансировании. 31% продолжает доверять, 69% не доверяет. Вот такие результаты. Ну, честно говоря, что треть населения еще доверяет, для меня несколько удивительно, во всяком случае, наших телезрителей. Но, вот, видите, пока что все доверие не растеряно. Я считаю, что это не такой плохой результат. Нужно очищаться, нужно уходить от коррупционных схем каких-то. Я ни в коем случае не к нашим сегодняшним гостям говорю, я это обращаюсь просто ко всем организациям. И, наверное, правоохранителям нужно активизироваться и показывать, кто действительно общественник, а кто вор, коррупционер и подонок. Я вас благодарю за участие в нашей программе. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в эфир. Я напомню, что мы работали в прямом эфире, это была студия репортера.